А врагу своему, который воюет против меня, всегда угождаю и делаю приятное. Совесть моя обличает ум мой, стыдом покрывая лицо свое в сердце своем. Прежде ожидающего меня суда, осуждаю сам себя. С торжеством влачить меня за собой, не оставляющая меня блудная жизнь, потому что всегда погрязаю в тени чревоугодия, всегда опутан скверными помыслами. С детства стал сосудом тлетворного греха, и до ныне ежедневно слыша о суде и воздаянии, не хочу воспротивиться плотским похотям. Но непрестанно вдаюсь в заблуждение, непрестанно делаюсь пленником. Увы мне, Господи! Худо расточил я долготерпение Твое. Увы мне! Многие годы оскорблял я Духа Твоего Святого. Увы, увы! Увы мне! Время жизни моей протекло во всякой суете. Но Ты, Господи, не обличай меня в ярости Твоей и ненавистных храмных дел моих, не выставляй на всемирное позорище перед всеми ангелами и человеками, к моему стыду и вечному осуждению. Ибо достоин я всякого стыда и осуждения. Как оплачу ослепление души своей! Как оплачу такое свое неведение! Как оплачу столько страстное и нераскаянное произволение свое! Подвижники успокоиваются сегодня, утешаемые Духом Святым. А я метусь, рабща на убожество, которому причиной мое нерадение. Приложился к скотам несмысленным и уподобился им. Наг стал я окаянной полености своей, потому что чуждаюсь пребывающих в молитве и бдении. Милости, призри, Владыка, с высоты Твоей, святой! Возри на неисправимость бедной души моей! И какими сам знаешь судьбами, помилуй, исправь меня! Как бы предстоя святому престолу славы Твоей, как бы касаясь причистых ног Твоих, умоляю и прошу сокрушенным сердцем, помилуй меня, милосердуя о создании своем! Обрати меня даром благостью Твоею, зная, что все Ты можешь, и нет ничего невозможного для Тебя! Не ожидай распленного моего произволения, потому что нет у меня усердия исправить себя! Всякое видимое и невидимое естествода плачет о мне, состарившемся во грехах и страстях! Плачьте обо мне, который напоказ, видящим меня, целомудрен, а внутренно всегда блудодействую! Приближилось время разрешения Твоего с телом, бедная душа! Для чего Ты увеселяешься чуждыми для Тебя зрелищами, которые должна будешь оставить, которых будешь лишена? Чем возвеселила Ты, Господа, Богородицу, святых, соседей своих? Отрезвись, бедная душа, чтобы не иметь печали и воздыхания, не плакать без пользы во веки веков! Тогда все придет Тебе на ум, но не поможешь себе! Теперь время купли, в которое все покупают! При помощи Твоей, Господи, пошли и сила, обрати меня, чтобы жить мне в преподобии по святой воле Твоей! Освяти сердце мое, соделавшееся вертепом и жилищем бесов! Не достоин я просить Тебе прощения, Господи, ибо много раз давал Тебе обещание покаяться, и делался лжецом, не исполнившим обещание! Много раз восставлял Ты меня, и снова я падал, поэтому сам на себя произношу приговор, и признаюсь, что достоин я всякого наказания и мучения! Сколько раз просвещал Ты омраченный ум мой и собирал воедино блуждающие помыслы мои, но я снова возвращаюсь на худшее! Весь прихожу в трепет, размыслив об этом, и снова препобеждает меня сластолюбие! Как перечислю все дары благости Твоей, Господи, какие получил я жалкий, но обращал и обращаю ничто своим нерадением! Тысячами даров исполнял Ты меня, а я, бедный, воздаю Тебе противным! Но Ты, Господи, поскольку в Тебе море долготерпения и бездна у Тебя благоутробия, не дозволяй посвечь меня, бесплодную смоковницу, и не поспеши пожать меня на поле жизни еще не созревшего, не похищай меня неготового, не поемленнего сжегшего еще светильника, не бери отсюда не имеющего у себя брачного одеяния! Но как благие и человеколюбивые помилуй меня! И дай мне время на покаяние, и перед страшным неподкупным престолом Твоим не поставь душу мою обнаженную, как жалкое позорище бесславия! Если праведники едва спасаются, то где явлюсь я, нечестивый и грешный? Если узок и тесен путь, вводящий в жизнь, то как сподобиться тех благ мне, живущему пространно, роскошному, рассеянному! Но Ты, Господи Спаситель мой, Сын истинного Бога, как Сам знаешь, как Сам хочешь, по единой благости Твоей даром обрати меня от пребывающего во мне греха и от погибели! К милосердию Твоему прибегаю, я изъязвленный! Прими воздыхание мои, как слезы блудницы! Ведаешь Ты, Владыка, поползновенность естества человеческого! Помяни, что от юности прилежит повышление человеку прилежно на злое! И не гневайся на нас, но отверзи мне руку и дверь милосердия Твоего! Нерадение мое, да не одолеет человеколюбие Твоего! Беспечность моя, да не одолеет попечительности Твоей! Прими, Владыка, и услыши нечистое и недостойное прошение мое Ты, Спасающий на Тебя уповающих, не отвергающий моления грешных, Подающий руку Свою поверженному на землю! Путеводствуй мною в страхе Твоем, дай мне слезы умиления, Мысленные очи души Своей возвел я к Тебе, Господи! Не отвергай меня от лица Твоего, Потому что благословенно имя Твое во веки веков! Аминь! Седьмое слезное моление в субботу вечером! Благодать Твоя, Господи, даровала мне из речи Тебе, Как единый благий Создатель всех нас! Прости беззаконие и грехи рабу Твоему грешному и непризнательному! Знаю, Господи, что превосхожу грехами всех человеков, Но имею прибежищем все превосходящую бездну щедрот Твоих! Уверен же, что приемлешь и милуешь Ты всех приходящих к благости Твоей! И как предведец, Владыка, провидишь сердце приходящего, И как купца, прибывшего с великим богатством, Приемлешь того, кто приходит от всей души! Ибо желаешь видеть покаяние и радуешься прилежанию подвязающихся рабов Твоих! Мне, недостойному рабу Твоему, даруй слезы, Чтобы с просвященным умом, с любовью и верою умолять мне несравненную благость Твою И исцелиться от сокровенных язв своих! И так покажи и явися на мне, бедном, благоутробие Твое! Избавь меня от заслуженных мною мучений! Да будет проповедана благодать Твоя, как всегда и повсюду, И на бесчисленном множестве нерадивых, так и на мне! И как наполнил Ты водоносы благословением Твоим, Так наполни сердце мое благодатью Твоею и благостынею Твоею! Сердобольная Матерь, отвергаемая детищем Своим, не презирает его, Господи, Потому что препобеждает матернее сердоболие! Подобное этому видим часто на птицах, а также и на скотах! Всех их создал Ты, Господи, но они не придут на суд, А я подвергнусь наказанию даже за праздное слово, За лукавое помышление и за самое вожделение! Между тем, как скоро представляется мне удовольствие, Тотчас и вдруг все забываю я, и как безумный раболепствую во всем греху! Тщеславный, гневливый, расслабленный, ленивый, рассеянный, Чревоугодник, сластолюбец, покрытый нечистотами, Ежечасно блуждаю и не разумею того! Явление благодати Твоей, человеколюбивый Владыка, Доставляет усложнение, безмолвие, умиление! Хочешь или не хочешь, спаси меня, человеколюбивый, При благии, Господи, по великой благости Твоей! 8. Слезное моление в воскресенье вечером Как бы пред страшным престолом предстоя, Господи, Вижу я осужденный и обличение дел моих, И Твой о мне приговор, Который меня, бедного, удаляя от святого лица Твоего, Ввергает в невыносимые мучения! 9. И как тогда буду взывать к Тебе, Так и теперь с трепетом и со слезами вопию, Праведен Ты, судья правдивейший, И праведен суд Твой, И мне не учинено никакой неправды! 10. Добрые святейшие ангелы, Источите о мне слезы, Потому что не помиловал я сам себя, Презрев Божью милость, И, наконец, совершенно справедливо подвергаюсь наказанию, Господь предлагал мне милость, А я всегда слушал это, не имея здравого рассудка, И теперь по справедливой причине отвращается он от меня. С гневом, конечно, скажут тогда ангелы, Теперь время не покаяния, но воздаянию. Увещание не имеет уже силы, Недействительные слезы покаяния При избыточествуют же слезы, Проливаемые от мучений. Ни воздыхания непрестанные слышны теперь, Но нескончаемое сетывание. Иди же и прими горькое и тяжкое воздаяние за дела свои, Горя во пламени, как нечистое вещество, И воспаляя неугасимую гиену Не усыпающего зверя, лютого червя. Насладись, как сын тьмы, Возлюбивший вечную ищу тьму, Увеселяйся, взирая на черные зраки, Для которых возгнушался ты вечным светом. Там, там будет непрекращающийся плач И болезненный скрежет зубов. Увы, бедная душа моя, Обнаженная от всех добрых дел, Как будешь взирать на нелицеприятного судью, На предстоящих и воспевающих архангелов, На земнородных предстоящих обнаженными. Все, все трепещут страшного престола, Ибо суд без милости, не сотворившим здесь милости. Увы, возболезнуешь тогда душа, Но не будет ни глаз, ни послушания. Все изменится, все станет иным И примет печальный вид. Восьмой начнем тогда век. Вечно будут веселиться праведные, Вечно будут мучиться другие. Не возвеселили они Бога всяческих, И теперь уже не то, чем казались. Здесь, наконец, возопием к Богу, И он возвещал людям с поручниками его святые. Возвещу тебе, Господи, все, И прости непотребному рабу, Не презри жалкого моего прошения. Простираю оскверненные руки. Не отринь меня, кипящего страстями, Но воззри на меня, человеколюбиво, С благосердным благоутробием твоим. Осквернил я себя сластолюбием, Обесчестил душевную красоту, Поработился плотским мудрованием, Погубил прежнее свое владычество, Послушал врага наветника И извоял кумиры страстей, Исполнял пожелания чрева, Затмил светлость ума, Имея честь истинного сыновства, Уподобляясь скотам несмысленным. Объемлют меня страх, трепет и ужас, Когда предвижу смертное посечение, Неприметно приближающееся ко всякому, А сам остаюсь неисправившимся. Из глубины взываю к Тебе, Господи, Припадаю и слезно воздыхаю. Будь милостив и человеколюбив ко мне, В Тебе только полагающему надежды свои. Саделай, чтобы поизбежал я грядущего гнева, Угрожающего осуждением там. Благоволи, чтобы окаменевшая душа моя Оказалась многочадной в добродетелях. Бесплодные помыслы мои истреби Огнем Святого Духа Твоего. Не посекай меня, как бесплодное древо, И не звергай в неугасимый огонь, Не обращай меня в пищу огню, как солому, Но как пшеницу собери меня, Боже мой. Колено сердца преклоняю я, каянный, Не дерзая воззреть на небо. Прими моленья нечистых уст, Единый безгрешный Создатель. Ты, Царь всяческих, всемогущий, Низложивший мятежного велиара, Избавь меня от всяких беззаконий. Ангелы смертные празднуют, Видя мое обращение. Презрел я живоносные заповеди Твои, Обольстился делами гнусными. Не погнушайся, благие владыка, Избавить меня от рабства лукавого. С сердечным страхом умилостивляю Тебя, Создавший меня по изволению своему, И даром возлюбивший меня крепко. Так что ради меня и воплотился, И смерть претерпел Ты. Ныне же я окаянный оказываюсь Непамятающим толикой любви Твоей. Избавитель, Весь я соделался рабом удовольствий, Осквернил тело и душу, Каждый день вопию, согрешил, И не перестаю делать худое. Стою ныне перед Тобой осужденный, Но даруй мне благие отпущения В злых делах моих, Как милостивый и человеколюбивый Бог. Богородица, Дева, Матерь Божия, Врата небесные и ковчег, В Тебе имею надежное спасение, Спаси меня, владычица, даром. Легионы ангелов на небесах Многократно воздыхают о мне, Чтоб не похищена была внезапно душа моя, И чтоб не идти мне в потоки огненные. Страшные законодатели, апостолы, Восседающие с судьею, Как сопрестольники, Меченосные их трепет приводящие ангелы, Делят между собой сердца грешных. Возрыдает тогда всякое дыхание, Потому что, увы, Бедствием нет конца. Предупреди все это, душа, Подражая сетованию блудницы. Избавь тогда меня, спаситель, От страшного угрожения Ужасными мучениями. Тебя непрестанно воспевают херувимы, Четыре зрачными носимые серафимы. Полки небесные служебно воспевают тебя В троице единого. Ты, Отец нерожденный свет, Имеешь безначального сына твоего, Имеешься вечного духа твоего, Дающего всем дыхание жизни. Как исполненный щедрот, Благоутробий и благости По молитвам мучеников, Пророков, апостолов, преподобных святителей И наши глазы прими, Отец небесный. Господи, слава Тебе! Ему слава и держава Со всесвятым, благим и животворящим духом Его Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитвы ко Пресвятой Богородице Первая молитва Пресвятая Владычица Богородица, Единая, чистейшая душой и телом, Единая, превысшая всякой чистоты И целомудрия и девства, Единая, всецело соделавшаяся обителью Всецелой благодати Всесвятого Духа, Самые невещественные силы здесь еще, Несравненно превзошедшая чистотой И святыни, и души, и тела. Призри на меня мерзкого, нечистого, Душу и тело очернившего скверной, Страстной, сластолюбивой жизни моей. Очисти страстный мой ум, Непорочными соделой и благоустрой Блуждающие и слепотствующие помыслы мои. Приведи в порядок чувства мои И руководствуй ими. Освободи меня от мучительствующего Надо мною злого и гнусного навыка К нечистым предрассудкам и страстям. Останови всякий действующий во мне грех Омраченному и окаянному уму моему. Даруй трезвение и рассудительность Для исправления своих поползновений и падений. Чтобы, освободившись от греховной тьмы, Сподобился я с дерзновением прославлять И песнословить Тебя, единую истинную Матерь Истинного Света, Христа Бога нашего, Потому что Тебя одну с Ним и о Нем Благословляет и славит Всякая невидимая и видимая тварь, Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Вторая молитва. Дева Владычеса, Богородица, Благодатная Богородительница, Преблагословенная Богородительница, Преблагословенная, Богоблагодатная Вместилище Божества Единородного Сына Бессмертного и Невидимого Отца, Преклони ухо Твое И выслушай слова мои, Произносимые скверными, нечистыми устами моими, Ибо вот с сокрушенной душой и смиренным умом Притек я к благоутробию Твоему. Не презри меня, бедного, Не попусти до конца погибнуть мне, Недостойному рабу Твоему, Но употреби матернее Твои молитвы, Исцели окаянную мою душу, Немилосердно сокрушенную лукавыми моими страстями. Злой враг, сокрушив ее грехами, Сластолюбие попрал вопрах, Потому исполнен я всякого стыда, Не смея и лица не имею, Чтобы у человеколюбивого Бога моего Просить прощения во множестве грехов И у врачевания неисцельных язв моих. Ибо сквернил я храм телесный Непристойными своими пожеланиями, Внес в него множество нечистот И все чувства повредил непозволительными делами. Почему не имею дерзновения воздеть к небу руки, Оскверненные худыми занятиями, И на молитву отверз я уста, Оскверненные злословием и клеветами на ближнего. Поэтому перед твоими неизреченными щедротами, Всенепорочная владычица, Повергаюсь я, бедный и блудный. Нет у меня, нет иного упования или прибежища, Кроме тебя, единственного моего утешения И скорой защиты. Тебя, радование души моей, Освобождение от печали, Искупление из плена, Обожение смертных, Наше очистилище и прибежище, Восстание падших, Воссоздание души моей и тела, Искупление грехов моих, Источаемое Богом, Орошение иссохшего сердца моего, Лучезарный светильник Омраченной души моей, Прекровение ноготы моей, Прекращение воздыханий моих, Применение судеб моих. На тебя уповаю, Тобою хвалюсь, Не лишай нас предстательства твоего, Но всегда помогай, Покровительствуй и не оставляй нас. Приятны прошения твои, Единородному сыну твоему, Ибо благоволивший быть причтенным к рабам, Кальми паче сохранит постановление свое И милость к тебе, Послужившие ему неизреченным рождением, Потому и радуется он ходатайством твоим, И, почитая славу твою своей собственную, Подолгу исполняет прошения твои, Ты не презрит только меня, Беднейшего, И непристойно сдел моих, Да не пресечет безмерной милости Твоей Богородицы, Превожделенное для меня имя, Ибо ничто не может быть крепче помощи твоей. Поэтому, пренеукоризненная ходатайница мира, С покаянием, повинной во многих грехопадениях Преподаю к тебе, Скорой в нуждах, Помощницы по Боге, Защитницы, Надежному и сильному о мне предстательству, Из глубины сердца взываю, Помилуй меня, Исполненного всяким зловонием и леностью. О, благолюбилая и благоутробная, И прими это жалкое мое и ничтожное прошение, И хотя лениво и нерадиво приношу тебе, Оная, Однако же твоими матерними молитвами Соделай благоприятным сыну твоему и Богу, Небесного царствия, Сподобив меня, Хвалящего и благословляющего Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Третья молитва. Дева, Владычица, Богородица, Носившая во чреве Спасителя Христа и Бога нашего, На тебя возлагаю всю надежду, На тебя уповаю Высшую всех небесных сил. Ты, Пречистая, Охраняй меня Божественной Твоею благодатью, Управь жизнь мою И путеводствуй Согласно с святой волей Сына Твоего и Бога нашего, Даруй мне оставление грехопадений, Будь мне прибежищем, покровом, Защитой и руководительницей, Препровождающей в жизнь вечную. Страшный же час смертный Не оставь меня, Владычица моя, Но ускори на помощь мне И исхить меня Из горького мучительства бесов. Ибо в произволении своем Имеешь и силу соделать это, Как воистину Матерь Божия И над всем владычествующая. Прими досточестные И тебе единой приличные дары От нас, недостойных рабов Твоих, Преблагосердная Всесвятая Владычица Богоматерь, Избранная из всех родов, Оказавшаяся высшей Всякой твари небесной и земной. Поскольку через Тебя Познали мы Сына Божия, Через Тебя с нами Стал Господь сил, И сподобились мы Святого Тела и Крови Его, То блажен, но ты, Вроды родов, Богоблаженнейшая, Светлейшая и Херувимов, И славнейшая и Серафимов, И ныне, Припетая и Всесвятая Богородица, Не приставай умолять За нас, Недостойных рабов Твоих, Чтобы избавиться нам От всякой козни лукавого, От всякой крайности, И соблюсти с неуязвленными При всяком едоносном прирожении, Даже и до конца Молитвами Твоими Сохрани нас неосужденными, Да спасенные Твоим заступлением И Твоей помощью Всегда будем высылать Славу, хвалу, Благодарение и поклонение Единому в Троице Богу И Создателю всех, Благая и Приблагороднейшая Владычеса, Матерь Благого и Всеблагого, И Приблагого Бога, На молитву Недостойного и непотребного Раба Твоего, Призри милостивым оком Твоим, И поступи со мной И по великой милости Неизреченного Твоего благоутробия, И невзирай на прегрешения мои И в слове, и в деле, И всяким чувствам соделанные, Произвольно и непроизвольно, Сведением и поневеденью, И обновив всего меня, Саделав храмом всесвятого, Животворящего и владычественного Духа, Который есть сила Вышнего, И приосенил все Пречистую утробу Твою И обитал в ней, Ибо Ты, Помощница утружденных, Предстательница бедствующих, Спасительница обуреваемых, Пристань треволнуемых, Защитница и заступница Находящихся в крайности, Даруй рабу Твоему сокрушение, Тишину помыслов, Постоянство мысли, Ум целомудренный, Трезвение души, Смиренный образ мыслей, Святолепное и трезвенное настроение Духа, Нрав благоразумный и благоустроенный, Служащий признаком душевной внутренности, Также благочиние и мир, Какой Господь наш даровал ученикам Своим. Да приидет моление мое В святой храм Твой И в жилище славы Твоей, Очи мои, Да изведут из себя источники слез, И да омоешь Ты меня собственными моими слезами, Убелишь потоками слез моих, Очищая меня от скверных страстей. Изгладь рукописания грехопадений моих, Рассей облаки печали моей, И мглу из смятения помыслов, Удали от меня бурю и стремление страстей, Соблюди меня в безмятежии и тишине, Расшири сердце мое духовным расширением, Возвесели и возрадуй меня радостью неизглаголанную, Веселием непрерывным, Чтобы правыми путями заповедей Сына Твоего Шел я верно, И с неукоризненной совестью Проходил непоползновенное житие, Дай же мне молящемуся перед Тобой И чистую молитву, Чтобы невозмущенным умом, Неблуждающим размышлением И с ненасытимой душою Постоянно день и ночь Поучался я славесам божественных писаний, Во исповедание воспевал И в радовании сердца Приносил молитву, славу, честь И величание Единородного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Ему подобает всякая слава, честь и поклонение, Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Четвертое молитва Пресвятая Владычица, моя Богородица, Благодатная Богородительница, Преблагословенная, Богоблагодатная Богоматерь, Вместилище Божества, Единородного Сына, Бессмертного и невидимого Отца, Огнезрачный престол, Преславное, Всенепорочное, Всепречистое, Всенескверное, Всенеблазненное, Пренеукоризненное, Всепетая, Всенетленное, Всеблаженнейшее, Всенеприкосновенное, Всечестное, Всечтимое, Всеблагословенное, Преснопамятное, Всевожделенное Дево душою, Телом и умом, Седалище Царя, Восседающего на Херувимах, Небесные врата, Которыми мы, земные, Входим в небо, Богоневеста, Которой примирились мы с Богом, Недомысленное чудо, Неизъяснимая весть, Обнаружение сокровенной Божией тайны, Непреоборимое предстательство, Сильная защита, Живоносный источник, Неисчерпаемое море божественных И неизреченных дарований и даров, Высота высшей небесных сил, Неисследимая глубина сокровенных помышлений, Общая слава естества, Всех благ подаяния, По троице общая всех владычица, По утешителю общая всех утешительница, По ходатая общая ходатайца всего мира, Колесница мысленного солнца, Истинного света, Истинный света... Продолжение следует...